Столица России, Москве, 20 часов, 5 минут 32 секунды. Это радио Финам-ФМ, частота 99,6, в эфире программа «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. Добрый вечер. Два дня назад Анатолий Григорьевич Лысенко, как только что мы слышали в новостях, генеральный директор общественного телевидения России заявил, что у канала, который он возглавляет, больше нет денег. Я сейчас даже процитирую Анатолия Лысенко. Он сказал следующее. «К настоящему моменту наш бюджет полностью иссяк. Как будем дальше жить, не знаю». А теперь немного предыстории. Идея создания общественного телевидения принадлежит Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в то время, когда он был президентом России. Когда он впервые заявил о том, что в стране может появиться еще один телеканал, реакция была разной. Но большинство экспертов, политиков и журналистов все-таки восприняли эту идею положительно. Очень долго обсуждали, как будет работать новый канал, на какой частоте, кто его будет финансировать, кто им будет руководить. И в итоге решение было принято. Гендиректором канала назначили Анатолия Григорьевича Лысенко. Государство выделило на старт канала полтора миллиарда рублей. И с середины мая текущего года канал начал свое вещание во всех кабельных сетях, на спутнике и, конечно же, в интернете. Причем начинали именно с интернета. И вот спустя два месяца работы вот такое заявление Анатолия Лысенко. Что произошло? Будет ли существовать в России общественное телевидение? И нужен ли нам в принципе этот канал? Вот об этом мы и будем говорить сегодня в нашей студии с нашими гостями. Я их сейчас представлю. Вернее, пока только одного гостя представлю, потому что второй, видимо, из-за московских пробок немножко задерживается. Но обещал скоро быть. Итак, сейчас здесь передо мной в студии сидит Максим Григорьев, член Общественной Палаты России. А ждем мы Антона Коробкова-Землянского, тоже члена Общественной Палаты России. Итак, Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Да, вот вы мне скажите. Начнем, знаете, с чего? Вот мы очень долго говорили о том, что нам, значит, нужна свобода слова в стране. Говорили о том, что все средства массовой информации, которые у нас существуют, должны быть независимыми. Говорили, что должна быть трибуна, то есть средства массовой информации, куда могут прийти любые совершенно политические деятели, в том числе и оппозиционные, в том числе и те, которые представляют несистемную оппозицию. И вот в какой-то момент, значит, собственно и возникла идея создать именно вот такое средство массовой информации в виде общественного телевидения России. Как вы считаете, вот это была вообще изначально правильная идея? Вы знаете, ну, общественное телевидение создавалось не для того, чтобы пришла туда несистемная оппозиция. Нет, нет, не только для этого, но в том числе и. Да, разные группы видели это по-разному, на самом деле. Да, 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 согласен. Были те, которые говорили, вот мой коллега по общественной палате Николай Карлович Сванидзе так напрямую говорил, что туда должны к руководству прийти представители несистемной оппозиции. Да. Были другие люди, которые говорили о том, что нам нужен канал, где не будет, например, рекламы. Нам нужен канал, который будет лишен, например, вот этого вот гонки за рейтингом и необходимости, знаете, брать какие-то жареные такие факты, чтобы только поднять рейтинг. Да, да, да. Знаете, такой вот аналог газеты «Жизнь», условно говоря, да, а вот нужно нечто, нечто совершенно другое для того, чтобы размеренно, спокойно обсуждать вопросы, анализировать. Действительно говорили о том, что там должны быть моменты, связанные с культурой, с гражданским обществом. Да, говорили о том, что вот этот канал должен нести людям доброе, красивое, доброту, красоту, в том числе быть независимым, да. Ну вот, принес ли это он? У меня здесь большие сомнения, тем более недавно в общественной палате мы проводили слушание. У нас был заместитель господина Лысенко, Архипов, если я не ошибаюсь, подробно мы, да, совершенно верно, мы очень подробно анализировали. Если смотреть, что происходит с общественным телевидением, ну, есть определенный медицинский факт. Он состоит в том, что канал пока, или вообще, разные люди говорят по-разному, он неинтересный, он сделан на достаточно низком уровне. Там нету программ, которые серьезно привлекают внимание. Причем это не обязательно связано с тем, что, скажем, руководство канала плохое. Может быть, этих полтора миллиарда, мне кажется, это ведь большие деньги, это наши, нас с вами, Роман, налогоплательщиков деньги ведь, выделили полтора миллиарда рублей. Ну, мало это ли много, сложно судить. Для какого-то канала, для первого канала это просто смешно, а для какого-то регионального канала это огромные деньги. Это огромные деньги, за это можно сделать там лучший региональный канал, так сказать, там, кроме Москвы, может быть, там, или Петербурга, во всех, да, на всю Россию. Мне тут сложно судить, виноват ли менеджмент, может быть, действительно денег мало, может быть, нишу свою не нащупали. Есть еще одно соображение. Мне кажется, что были слишком большие ожидания. Я помню, у нас в общественной палате был такой большой ажиотаж по этому поводу. У нас разные, так сказать, люди предлагали разных людей, ведь общественная палата отвечала за формирование общественного совета, общественного телевидения. Наблюдательный, по-моему, это называлось. А там два. Там есть и общественный совет, и наблюдательный. Наблюдательный, кстати, возглавляет первый заместитель председателя общественной палаты, Михаил Астровский. А есть еще общественный совет, где разные общественные деятели не члены общественной палаты. Кстати, это тоже был важный такой момент. Я сам помню, целый ряд членов общественной палаты вдруг заявили о том, что они хотят лично войти в общественный совет общественного телевидения. И чтобы убрать вот эту вот такую личную заинтересованность, решено было, что члены общественной палаты, они только формируют саму процедуру, отбирают людей, но сами не входят в общественный совет. Мы специально несколько дистанцировались от этого. Максим, Максим, прости, я перебью. Вот вы говорили о том, что у вас были слушания, и на этих слушаниях присутствовал заместитель гендиректора общественного телевидения Архипов. Совершенно верно. Да, а на какую тему были слушания? А вот тема была и связана с тем, что, в общем, всем понятно, что общественное телевидение, ну, не того просто уровня. Мы пытались разобрать, то есть первое, мы как общественная палата, которая имела непосредственное влияние, непосредственное отношение к созданию общественного телевидения, видят, что вот ребенок какой-то, вот как-то он получился неправильно, да, или как-то может быть он плохо развивается. Пытались разобраться и понять, в чем проблема. Мы, совершенно верно, мы пытались разобраться, что можно сделать, и задавали вопрос, почему и как. Кстати, у нас, как общественная палата, тоже есть определенные претензии. По закону по общественной палате мы должны получать время на телевизионных каналах определенное совершенно. Если не ошибаюсь, около часа, по-моему, в неделю или что-то вот в таком стиле. И мы, конечно, ожидали, что общественное телевидение станет для нас такой площадкой, где мы сможем обсуждать такие актуальные вопросы гражданского общества. В данный момент мы констатируем, что вот эта связь между общественной палатой и общественным телевидением, ну, если ее не совсем нет, то ее практически нет. То есть те вопросы, которыми мы занимаемся, те вопросы жалобы, предложения, которые к нам поступают, острые моменты, которые мы обсуждаем, они недостаточно находят свое отражение в эфире общественного телевидения. И это претензия со стороны общественной палаты к общественному телевидению. Ну, хорошо. А что вот на вопросы на ваши отвечал господин Архипов? Вот что он говорил? Когда вы ему говорили, что наполнение, ну, вот не такое, программа не очень интересная, что он вам говорил? Вы знаете, ответ ведь был очень простой. Он подробно рассказывал о тех финансовых проблемах, которые есть у общественного телевидения. Говорил о том, что денег очень немного. И есть большие сложности в развитии, что при тех небольших ресурсах они не могут достаточно... Ну, это было в очень такой корректной форме. Но я так лично понял его. Он рассказывал, почему они не могут выстроить, поднять, так сказать, продукт на высокий уровень. Вот он объяснял, основная причина была недостаток финансов. Но это же действительно так. Это действительно так. Ну, полтора миллиарда, Максим. Ну, вот давайте мы, допустим, да, вы Анатолий Григорьевич Высенко, а я, допустим, Стас Архипов. Ну, так, моделируем ситуацию. Нам дают полтора миллиарда и с нуля идите попробуйте сделать федеральный канал с 24-часовым вещами. Я согласен. Я согласен. Но при этом ведь тоже обсуждала же пора, как будет финансироваться. Некоторые говорили о том, что он будет финансироваться за взносы, взносы от общества. Вот давайте пока профинансирование, чуть-чуть попозже. Хорошо? Я хочу сказать, что у нас в студии, значит, и Антон Коробков-Землянский, вот он, наконец, до нас... Добрый вечер. Доехал, да, добрый вечер. Антон, ну говорим про общественное телевидение, да. И вот у меня такой вопрос. Когда, вот я спрашивал, начинал с чего? Я у Максима спросил вообще, в принципе, идея была правильная или нет. Значит, у вас прошу таким образом. У нас на момент, собственно, этой инициативы о создании нового телеканала, общественного телевидения, у нас уже было достаточное количество телеканалов федеральных с огромным, там, собственно, объемом телезрителей, да. У нас были государственные телеканалы и телеканалы, скажем так, частично государственные и вообще совсем никак не государственные, то есть частные, да. Идея создания общественного телевидения, она была правильная или нет? Ну, идея, во-первых, шла от общества. От общества. И запрос был удовлетворен, потому что как раз о недостатке в России общественного телевидения, да, об его отсутствии, вернее, говорили очень часто во время, насколько я помню, предвыборной кампании, например, Думской, да, когда Дмитрий Медведев встречался с потенциальными избирателями, да, у него было очень много встреч с сторонниками, там, практически каждую неделю они шли, и тема общественного телевидения, она не один раз возникала. Я участвовал, я был также среди сторонников Медведева, да, участвовал в этих встречах, и эта тема звучала постоянно, да, там много было вопросов и свобода слова, и благосфера, и прочее, прочее, но, как бы, это тоже была одна из таких ключевых. И, ну, был сделан вывод, что обществу, значит, это необходимо. То есть он услышал просто вот этот вот запрос общества и его озвучил. Конечно. И его озвучил. Можно, в принципе, было судить в то время, пока вот идея не появилась, да, уже не оформилась в некий телеканал, и в благосфере это обсуждали многие журналисты, и в том числе телевизионщики, и даже, там, директора государственных, конечно, каналов. Хорошо. Хорошо. Антон, а вот скажите мне, как вы думаете, что должен показывать этот канал, и, ну, вот, кто его должен финансировать? В идеале, вот так вот, в идеале. Ну, с телевидением, на мой взгляд, во всем мире у нас происходит сейчас такая история, что телевидение не учит чему-то, да, то есть не задает планку, чтобы поднимать до своего уровня зрителя, за редкими исключениями. А, наоборот, следует на поводу, да, то есть учитывая рейтинги, потому что нужно продавать рекламу, нужно как-то держать аудиторию, и, соответственно, уровень опускается до вот сначала среднего такого зрителя, да, чтобы максимальную аудиторию взять, а потом и совсем куда-то вот проваливается до самого дна, да, чтобы совсем была широкая аудитория. И здесь вот такая история. Если мы говорим об общественном телеканале как качественном телевидении, естественно, это телевидение не для всех, да, это, ну, такой формат телеканала «Культура» может быть, да, то есть это канал, который должен образовывать, должен задавать какую-то качественную планку и качественную в формате интерес. Политика там должна быть? Политика, ну, все можно же назвать политикой. Социалка. Да, но... Не, мы просто вот проводим аналогии с культурой, я пытаюсь понять, да, там, на культуре, если новости, то исключительно новости культуры. Политики нет, ток-шоу политических нет, социальные проблемы не поднимаются. Сейчас ситуацию в стране, да, не вот именно сегодняшнюю, а ситуацию, там, последние 20 лет, да. У нас появились институты гражданского общества, у нас появилась свобода прессы, там, и прочее, прочее. Ну, кто-то может, там, по-разному это оценивать, да, там, где-то есть, она где-то нет, но в любом случае, вот, мы стали несколько свободнее, чем жили, там, до этого. И, к сожалению, формат... Максим хитро улыбнулся. Да, я просто, слушай, хотел сказать, что не несколько, мы, на мой взгляд, после 91-го года, мы, все-таки, существенно свободнее. Если мы говорим об социалке, о политике, к сожалению, это все будет скатываться в острое противостояние. Ведь уже было несколько скандалов на общественном телевидении, да, там, что якобы какую-то программу, там, то ли за критику власти, то ли там какой-то не тот человек пришел, то ли недостаточно критиковали, сняли с эфиром, потому что мало критиковали. То есть, свобода слова, к сожалению, понимается, как свобода говорить все, что ты хочешь, в том числе матом, в том числе оскорблять, в том числе клеветать, да, мы это можем видеть сейчас в Москве на примере предыборной кампании мэрской, да, любое оскорбление от оппозиционных кандидатов, это свобода слова. Любая критика со стороны провластных каких-то структур или СМИ, да, это уже закручивание гаек. Это кровавый режим. Конечно. Ну да, да. Максим, хорошо, ладно, давайте вернемся все-таки к общественному телевидению. Я хочу понять, что должно государство сделать прямо сейчас? Вот, вот что нужно делать? Спасать? Вы знаете, здесь ситуация простая. Или же все-таки закрыть этот проект? Потому что программы неинтересные, как вы говорили. Я могу сказать, что будет сделано. Я не сомневаюсь в том, что очередное финансирование за счет бюджета будет открыто, канал будет поддержан, и он просуществует какое-то время. Вот та информация, которая у меня уже есть, что ничего страшного сейчас не произойдет. Деньги дадут? Деньги дадут. Дадут ли денег достаточно, чтобы можно было из этого сделать там СНН? Сомневаюсь. Нужно ли нам, так сказать, вот какой вот первый канал в другом издании под руководством Лысенко с названием «Общественное телевидение»? Не уверен. А еще есть один такой вопрос. Действительно, вот мы обсуждаем нишу, нишу общественное телевидение ведь не нашло. Но канал культуры есть. В том-то и дело. Так вот, может быть, в этом и есть ключевая проблема. Для меня общественное телевидение по духу, по настроению, эту нишу, в принципе, с успехом заменяет телеканал культура. Да. Например, для... Вот я уже говорил о нашем коллеге по общественной палате Сванидзе, который предлагал привести представителей несистемной оппозиции в руководство общественного телевидения. Наверняка и тоже это для него не подходит. Он считает, что, может быть, он недостаточно критично, а общественное телевидение работает. Но, с другой стороны, мне кажется, поменялось... Вот даже для группы, которая хотела, канал, который бы занимался, ну, может быть, так сказать, отражал бы интересы такой вот либеральной или ультралиберальной общественности, даже для этой группы общественное телевидение, мне кажется, недостаточно, вот не нашло свою нишу. Почему? Потому что сейчас ведь несколько поменялась ситуация. Сейчас появилась мода на присутствие оппозиционеров на всех каналах, на всех... Сейчас федеральные каналы, в общем-то... Федеральные каналы показывают обязательно, чтобы там был один, другой, чтобы все присутствовали. Как раньше пугали черными списками, которые там на первом канале прямо на входе вот висят, этого пускать, этого не пускать. Хотя я, как бывший сотрудник первого канала, говорю, что никогда списков не видел. Я, как сотрудник первого канала, бывший, тоже могу засвидетельствовать. Но есть элемент... Никогда в жизни ни на каком входе такие списки не веселее. Конечно, есть элемент самоцензуры, да, когда редактор, но он есть везде. Как условно редактор телеканала «Дождь» вряд ли ему вообще в голову придет собрать ток-шоу из представителей, там, не знаю, «Росмолодежи», например. Он просто так не придумает. Так, например, или «Нехи Москвы», допустим, да, это вот, ну, как-то нелогично будет. Так, и здесь, в принципе, редактор понимает, что, ну, наверное, какие-то совсем там радикальные вот люди, наверное, не очень было хорошо в студии смотреться. Расскажу. Сейчас, секунду, расскажете после рекламной паузы, мы уходим на рекламу. Еще раз добрый вечер, это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. И говорим мы сегодня об общественном телевидении России с нашими гостями, членами общественной палаты России Максимом Григорьевым и Антоном Коробковым-Землянским. Я, сейчас, секунду, Максим, я вижу, да, вижу, я вас перебил, да, перед тем, как мы ушли на рекламу. Сейчас я хочу объявить телефон, по которому можно позвонить в нашу студию, если есть вопрос, если кого-то волнует эта проблема, о которой мы сегодня говорим. Итак, телефон 6510-99,6, код города 495. Да, Максим, теперь слушаем вас. Мы продолжали просто интересную тему черных списков, я недавно столкнулся с такой ситуацией, когда журналисты одной очень известной газеты в таком неформальной такой беседе, они сказали, вы знаете, ну вот у нас есть целый список людей, которые нам просто не рекомендуется цитировать. Вот, например, у вас есть, говорят, в общественной палате Сергей Марков, нам просто, если мы у него берем интервью или что-то, у нас редактора Вачарки говорят, Маркова мы не цитируем. Ну и ладно, давайте мы не будем обсуждать все-таки какие-то газеты и радиостанции другие, может быть, это редакционная политика, может быть, кому-то просто не нравится цвет глаз Сергея Александровича, поэтому это на их совести. Идем дальше, значит, про финансирование. Вот самый интересный момент. Я помню, что когда только эта идея, собственно, обсуждалась, когда проходило бесконечное число там круглых столов, когда слушания проходили, когда представители всех парламентских, руководители всех парламентских фракций, плюс экспертное сообщество собирались на круглом столе под названием «Открытая трибуна» и обсуждали общественное телевидение, всех волновал по большому счету. Один основной вопрос, в который спустя какое-то время мы все и уперлись. Кто будет финансировать? О чем идет речь? Если государство, то о какой, собственно, независимости может идти речь вообще в принципе? То есть если государство финансирует вас, то, соответственно, государство может и требовать, что именно оно будет контролировать. Что вы показываете и в каком ключе. А я здесь продолжу. А если бизнес, то о какой независимости вообще может идти речь, если Иван Иванович владелец, он хочет, увольняет, хочет самому. Абсолютно согласен. Но вот существует три вида финансирования основных, которые придумывал человечество за столькие годы, за много лет. Государственное финансирование, бизнес-финансирование или, допустим, за счет граждан страны. Вот этот вопрос тоже стоял. Допустим, с тем же британским каналом, он же финансируется за счет налогов. Просто у нас, к сожалению, вот это понятие государство, мы его отделяем от себя. То есть есть отдельно мы граждане, есть отдельно оно государство. Но британский формат. С каждого владельца телевизоров взимается налог, его взимает государство. Государство берет деньги в бюджет и из бюджета финансирует общественное телевидение. Совершенно верно. Ну, Антон, ну послушайте. Это не три варианта. Это тот же первый вариант. Друзья, я вам сейчас даже приведу несколько цифр. Значит, вот такие страны, как Великобритания, Германия, Франция. Я взял Европу, основные страны Европы, да, там действительно есть аналоги общественного телевидения или общественное телевидение, да. И действительно там деньги берутся с владельцев телеприемников. Теперь смотрите, какие цифры. Значит, BBC, владельцами телеприемников страны, значит, с них берется 145 фунтов для цветного телевизора и 49 фунтов для черно-белого. Причем берется со всех, даже у кого и нету. Секунду, секунду. Ни одного телевизора, ни другого. В Германии, в Германии, ARD, канал ARD. Они финансируются в основном из средств телезрителей, тоже около 18 евро в месяц с домохозяйства. Теперь Франция, это Франц Телевизион, финансируется износа владельцев телевизоров, опять же. И, значит, стоимость такая, 123 евро в 2011 году. Вот на 2013, не знаю, ну, пускай будет там чуть побольше, да. Теперь смотрите, что происходит с нами. Значит, странная история. Перед тем, как этот проект был реализован, в целом провел опрос общественного мнения. 75% россиян высказались за то, что такой канал в стране должен быть. Им задавали второй вопрос. Готовы ли вы платить за этот канал? Но когда стали появляться суммы, на мой взгляд, незначительные, совершенно обратная реакция. Наши люди стали говорить, что нет, мы не готовы. Там кто-то готов, кто-то не готов. А еще плюс, нужно делать поправку на нашу ментальность. Потому что если в Великобритании, вот Максим абсолютно прав, даже если у тебя нет дома ни одного телевизионного приемника, ты обязан заплатить эти деньги. Иначе ты можешь даже лишиться английского паспорта. И такие прецеденты были в Великобритании. Помните нашего перебежчика Буковского, да? Я помню, был скандал. Он не хотел платить именно эти деньги. Ему сказали, ну, тогда выбирай. Или ты получаешь там вид на жительство на британских островах, или пока-пока, до свидания. Женщина судилась, значит, с государством Великобритании. Она судилась и говорила, я одна, у меня 8 детей, у меня каждая копейка на счету, у меня нет телевизионного приемника, освободите. Ей сказали, дошло до того, что ей сказали, что она может лишиться британского гражданства. Теперь смотрите, что у нас. У нас даже люди, у которых будут телевизионные приемники стоять в каждом углу его квартиры, никогда в жизни не признают, что они у них есть. Но вы же не пойдете по квартирам проверять. Значит, это должна была быть какая-то обеззаловка. Но если это обеззаловка, то нужно донести этот канал адресно до каждого гражданина России, иначе странам требовать у людей оплаты за то, что они не видят. Только непонятно ради чего вообще. Что они там могут увидеть-то? Нет, нет, на самом деле ситуация такая, Роман. Если брать Великобританию, поверьте, там очень много людей, которые не хотят абсолютно платить эти деньги. Не хотят. Если провести такое же исследование, готовы ли они платить, мы вдруг получим, что большая часть не готова абсолютно платить. Не нужно. Это вот некоторая такая репрессивная мера власти, которая считает, что она обязана заставить выбить эти деньги из граждан Великобритании, потому что это нужно для государства. Так может быть, нам нужно было сделать ровно то же самое, и тогда у нас у общественной телевидения не было бы проблем с финансированием. Важный момент. Если государство спонсирует канал, непринципиально вводит ли оно дополнительный налог или уже существующих-то, и так делается, в общем-то, из наших налогов. Это все равно у нас не три варианта финансирования. А два. Все, а два. Государство. Либо государство, либо частные деньги, либо что-то совместное. Вот у нас есть первый канал. 51, по-моему, процент государственный, а остальное частный. Нет у нас трех вариантов. И все рассказы о том, что это финансируется из денег граждан, а какая разница, как государство собирает налоги. Точно так же. Вот что касается BBC, они все, вот передо мной как раз материалы BBC, они все пишут о том, что это независимое телевидение, о том, что это негосударственное, какое негосударственное руководство, совет назначается по представлению королевы, который передает премьер-министр список, а список готовит департаменты, министерства культуры, там, медиа и спорта. То есть фактически происходит все. То есть лукавер. Это абсолютно государственное телевидение, которое проходит, так сказать, все люди, которые там, они проходят многостепенчатую процедуру. А вот, кстати, посмотрите, кто возглавляет совет? Лорд Паттон. Замечательный человек. Вот посмотрим биографию. Губернатор Гонконга, руководитель консервативной партии, секретарь министерства, руководитель одного из министерств, потом руководитель еще одного министерства, еще один. Лорд Вильямс. То же самое. Представлял Великобританию в... Максим, там есть не лорды? Там есть не лорды. Есть не лорды. Вот есть некоторый Билл Мэтьюс, представитель бизнеса. Хорошо. Значит, у нас звонок. Иван на линии. Иван, добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Я, собственно, хотел сказать, что вообще изначально, прежде чем обсуждать общественное телевидение, нужно вернуться к такой предыстории его создания. Когда еще обсуждалось, как он будет создаваться, то есть на базе звезды, не на базе звезды. То есть фактически изначально хотелось взять общественное телевидение, разрушив при этом готовый хороший канал. Да не разрушив, а просто взяв за основу. Тут не совсем правильно говорить. Разрушив. Ну, взяв за основу, то есть потом, теоретически, насколько я знаю, забрали... Ну, взяв за основу, выкинув, так сказать, все, что оставалось. Ну, не обязательно. Не, не обязательно, мне кажется. Так-так, слушаем дальше. Потом, насколько я понял, все-таки часть бюджета у канала «Звезда» все-таки забрали. И поэтому, естественно, как бы вот этого бюджета, который забрали, видимо, на раскрутку нового канала, перспективного, этого мало. Не на раскрутку, а на создание. Там основные деньги, по словам Лысенко, ушли на создание... На создание инфраструктуры. Совершенно верно. То есть техника, камеры, студии и прочее-прочее. И это действительно так, друзья. Самое дорогое. Ну, потому что, ну, любой бы из нас, я говорю, начал бы этот процесс, мы бы потратили... Совершенно очевидно. ...самое... вот на старте, на старте самые большие расходы. Просто не совсем правильно говорить о том, что разрушили, потому что мы помним опыт, например, как у нас общественное телевидение, которое уже было в Новой России, да, однажды вдруг стало акционерным обществом, да, первым каналом. И вроде как не было там каких-то уж страшных увольнений, камеры не выбрасывали из окон, да, и там ничего не разрушали. Да и программы существуют многие там по 20-40 лет, которые сейчас мы видим. Ну да, ну да. Ну, Иван, я вам что хочу сказать. Надо отдать должное Анатолию Григорьевичу Лысенко. Он отказался от этого предложения. На секундочку. Предложение стартануть на частоте телеканала «Звезда». Это очень заманчивая была история. Дециметровый канал, который есть... Федеральный канал. Федеральный канал, который есть в каждой квартире. Анатолий Григорьевич Лысенко, надо отдать ему должное, изначально отказался. И может быть, может быть, есть такое экспертное мнение. Очень многие говорят, что вот этот вот неудачный старт общественного телевидения, может быть, объясняется и тем, что они не присутствуют в дециметре хотя бы. Роман, дело это не в этом. То есть проблема еще в распространении. На самом деле мы должны понимать, дело не в технике и дело не в деньгах. Денег дадут. Это однозначно помогут. Ну вот, Максим, мы запомнили ваше заявление и через несколько дней мы к вам придем. Поверьте, сегодня уже, насколько я знаю, у руководителя канала произошли важные встречи. Денег выделят. Но дело-то ведь не в этом. Дело в том, что вот я даже сам пытаюсь размышлять. Я не вижу нишу для канала. Я не вижу, чем он должен так отличаться от других каналов. Я не вижу востребованность. Если тогда, когда выходили с этим разные группы, как я уже говорил, каждый видел в этом свое, что-то близкое для себя, и была какая-то потребность. В том числе и утралиберальных. Вот была потребность, чтобы была системная оппозиция, еще там кто-то, удальцов или бог-бог, не важно. Сейчас-то мы видим ситуацию, когда у нас все эти люди присутствуют в других каналах. Тогда зачем здесь общественное телевидение? Или то же самое с каналом культура. Так, это самый прикол в том, что он им, в общем-то, и не нужен. Потому что зачем тебе, малоизвестному политику, оппозиционному, или какому угодно, в общем-то, идти на малоизвестный канал? Малорейтинговый канал. Ты как бы можешь завести твиттер или живой журнал, и на ту же аудиторию примерно и вещать. Антон, вот при всем моем уважении к твиттеру и ко всем остальным интернет-ресурсам, а на моей стороне выступают еще и опросы, которые проведены несколькими совершенно исследовательскими институтами, люди доверяют информации в первую очередь из официальных, скажем так, традиционных, вот так вот, скажем, источников. То есть это телевидение, радио, печатное, печатное, совершенно верно. Если мы говорим вообще о телевидении, а не о каком-то конкретном канале. Поэтому они с удовольствием придут на площадку телевизионную, с удовольствием придут. Друзья, но у меня как у человека... Они на первый канал придут или на НТВ с удовольствием. Максим, вот у меня как у человека, имеющего непосредственное отношение к телевидению, я вам скажу так. Вообще, вот очень странно... На твою программу еще придут. На мою придут, да, и приходят, да. А вот на всех видели, не уверен. Но подождите, друзья. Вы хотите, чтобы руководство общественного телевидения и коллектив общественного телевидения придумал велосипед? То есть вы говорите, ну вот он чем-то должен отличаться, чем-то, значит, он должен, я не знаю, привлекать людей и так далее, и так далее. Ну чем? Вот они пошли, значит, этим путем. Новости. Они говорят, мы обходимся без официоза. То есть какие-то другие новости они показывают. Есть одноименная программа на Первом канале, которая выходит в нем. Другие новости. Да, да, да. Но они рассказывают там о каком-то позитиве все время. Вам эти новости не нравятся. И не только вам. Они говорят о том, что, говорили, что нужна площадка для людей, которые вот там вместо, значит, манежной площади, там, чтобы они выступали непосредственно в эфире. Пожалуйста, есть эти программы. Там у них огромное число программ, где эти люди могут прийти и выступить. Это тоже не нравится, потому что, оказывается, время у нас изменилось. И за два месяца теперь все эти лидеры могут присутствовать на федеральных каналах. Ну и что теперь делать? Ну давайте возьмем, взорвем все это здание под названием АСК-3, забудем про общественное телевидение и разойдемся. У нас, а уж тем более у нас, как коллега, как членам общественной палаты, нет задачи придумывать работу для господина Лосенко. И у нас нет задачи сочинять, каким должно, вот как должно хорошо, при небольшом количестве денег, работать общественное телевидение. Хотя мы имели непосредственное отношение к формированию общественного совета, который должен, так сказать, надзирать как-то за общественным телевидением. Но тем не менее, да, у нас нет такой задачи. Я как просто человек, ну как телезритель. Как некий эксперт, я просто рассуждаю, я пытаюсь понять, вообще нужно это или не нужно. Мне кажется, проблема в компромиссности этого продукта. Он, во-первых, появился как компромисс, да, то есть вот на запрос общества. Вот у нас там выборы непрозрачные, ну, нате вам камеры на каждом участке. Вот у нас с коррупцией не борются. Да вот, пожалуйста, губернатора дудку посадили, да, там мэра поймали, там еще кого-то. Все хлоят и сажают, да, скоро и до Сердюкова, наверное, доберутся. Министерство сельского хозяйства, минрегион и так далее. Статус, градус повышается. Мэр, губернатор, уже до министров добрались. Там замов уже вроде сажают потихонечку. Ну, по крайней мере, увольняют. До одного министра все пока никак. Компромисс, да. Да, опять же, есть запрос, а вот у нас нет свободы слова. Вот на первом канале мы не можем выступать, потому что там про им тайм, нас не зовут, мы малоизвестные, да. На дожде нам, допустим, там зовут, но нам не интересно, что-то еще. Мы хотим общественно телевидение. Ну, нате вам общественно телевидение. Компромисс, да. Но это хорошо как бы как ответ. То есть вот нате вам конфетку, все, успокоились, ищем новую проблемную тему. Дураки, дороги, там взятки и прочее, прочее. Вопрос теперь в самом продукте. Для чего? О чем они собираются рассказывать? Мне кажется, это компромиссность. Во-первых, фигура Лысенко, да. Он ведь, по сути, как Кобзон. Неважно, за кого бы он, какую бы силу он политическую не любил, не представлял. Нет, но я все-таки хотел бы вступиться. Это мэтр, да. Это человек, который достаточно профессиональный. Ну, так и сказать. Ровно об этом и говорю. Максим, вы не поняли. Что он ровно об этом и говорит. Это человек с безупречной репутацией, профессионал. Он вообще настолько, может, весь телеканал прикрыть, да, что никакие вот обвинения ни в чем просто не прилипнут. Абсолютно с вами согласен. То есть это компромиссная фигура. То есть это человек, который своим именем защищает весь бренд, да, ни скандалов, ничего и прочего и т.д. Значит, было грамотное решение назначить именно его, несмотря на его достаточно почетный возраст. Дальше мы идем к вопросу, у меня по деньгам-то вопрос. Но какая-то же бухгалтерия-то на канале есть? Если ты ввязываешься в войну, ты же понимаешь, сколько у тебя солдат. Как долго ты можешь сохранять боеспособность, биться, да, и когда тебе придется сдаваться? В общем, они сейчас-то белый флаг вывешивают, да, что вроде провианта осталось мало, и солдаты уже не так крепки. Но они говорили об этом и раньше, да, «Справедливости ради», об этом говорили весной. Они говорили с первого дня. Потому что они же понимали, что канал за эти деньги не сделают. Зачем тогда начинать строительство моста, если ты понимаешь, что ты его не достроишь? Так, а может, наоборот, сказать людям спасибо, которые, собственно, вступили вот в эту вот схватку, понимая, что силы неравны? Но они, тем не менее, набрались мужества, храбрости и все равно вступили даже в такие невыгодных условия. Либо нужно найти слова, когда мы, когда речь идет о человеке, обвиняемом в уголовном преступлении, люди выходят в Государственной Думе, клеят наклейки, шумят и прочее, да. Когда речь идет о свободе слова, вот воно площадка, где и будет свобода слова. Я что-то не вижу пикетов-то около Государственной Думы или около правительства, кто-то не должен денег давать. Ну, слышали, Максим, извините, пожалуйста, сейчас мы уйдем на рекламу, но зато слышим достаточно резкие заявления в адрес такого уважаемого человека, как Анатолий Григорьевич Лысенко. Сейчас у нас реклама. Добрый вечер, это программа «Искусство возможного» в студии «Роман Бабаян». И я со своими гостями, которые находятся в студии, это Максим Григорьев и Антон Коробков-Землянский, члены Общественной Палаты России. Говорим сегодня об общественном телевидении. Пытаемся понять, что можно сделать в данной ситуации и каким образом будет, что должно предпринять руководство общественного телевидения в том случае, если, как говорил Максим, они получат деньги и, собственно, получат, соответственно, дальше возможность работать. Максим, Антон, вот послушайте меня, друзья. Вот как вы думаете, если сейчас, допустим, государство деньги даст, и слава богу, да, дали деньги, хорошо. Хорошо. Через какое-то время и эти деньги могут закончиться. Ну, само собой. Да, да, да. Но, насколько я понял, насколько я понял, действует, смотрите, какая схема. Когда изначально обсуждалось, что делать с общественным телевидением, как его финансировать, кто будет руководить, кто войдет в наблюдательный совет, говорили следующее. Думали, думали, думали и все-таки постановили так, что государство дает деньги, они стартуют. Через какое-то время они показывают, собственно, товар лицом. Если мы все понимаем, что этот контент, то есть эти программы, эти новости, которые идут на общественном телевидении, нам нравятся, нам, я имею в виду, граждан России, то тогда людям предложат, собственно, оплачивать этот канал. Вот как вам такая схема? Она, по-моему, разумная, нет? Нет? Абсолютно нормальная для телевидения схема, потому что любой телевизионщик, в принципе, человек более-менее в теме, понимает, что запуск ток-шоу, там, новостей, чего угодно, начинается с пилота, да? То есть снимается примерно студия, примерно ведущие какие-то пробуются и смотрится, ну, как это вообще смотрится. Если окей, начинают тогда уже снимать в серию, так сказать, да, и пускать в эфир. И уже в эфире смотреть, как это воспринимает зритель, нравится, не нравится, что поменять. И уже потом на целый сезон запускается, там, сериал, программа, что-то еще. Совершенно верно, да. Алгоритм такой, да. Этот вариант хороший, но вот в ходе нашей беседы, я раньше об этом не думал, у меня появилось ощущение, что, может быть, какие-то структуры, может быть, Минфин, не будем обвинять, но не знаю кто, то, в общем-то, Лысенко немного подставили, в том плане, что замахнулись, допустим, на один продукт и хотели, может быть, и пилот, и все прочее сделать, да, а денег дали немножко на другой. А в бизнесе бывает такая проблема, что если ты, допустим, кирпич собираешься делать, но тебе денег дают, там, не тысячу, а пятьсот рублей, ты экономишь на песке, на глине, что-то еще. Конечно, ну ты вынужден, жизнь заставляет. Кирпич получается плохого качества, тебе говорят, ну, в общем, для строительства он не подойдет и не берут продукт вообще, да. И вот, мне кажется, мы сейчас имеем, в общем-то, дело, вот, может быть, с такой ситуацией. Знаете, я думаю, что здесь одновременно две проблемы, о которых мы уже говорили. Конечно, проблема в небольшом количестве денег. Да. Конечно, может быть, там не додумали все-таки, наверняка можно было интереснее программы. И уж, конечно, можно было, и дешевле можно было. И с той же общественной палаты нужно было выстроить нормальное взаимодействие. У нас огромное количество региональных общественных палат. Вот, к нам постоянно идут новости, интересные вопросы мы обсуждаем. У нас есть студия в общественной палате, которую можно бесплатно использовать общественному телевидению. И уже было бы там два-три часа эфира, смотря сколько там нужно было. Ну, почему нет, да. Почему-то это не было сделано, но кроме того, об этом можно все обсуждать. Можно это все конструировать, придумывать. То есть можно здесь помочь общественному телевидению. Мы, наверное, постараемся что-то здесь посоветовать им. Но, кроме того, есть и вторая проблема. Нету, не чувствую ниши. Не чувствую ниши, непонятно кому нужно, понимаете. Вот все эти разговоры о том, что это широко нужно гражданам России, ну, не видно. Не знаю, вот есть, есть ли, может быть, вы знаете людей, которые... Максим, 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 я сейчас, да, сейчас, пардон, Антон. Вот смотрите, а если, допустим, завтра вы включаете общественное телевидение и видите классную программу там, шикарные новости, вот этот вопрос о ниши будет вас волновать? Только честно, Максим. Или вы будете просто смотреть и получать собственную удовольствие от того, что вам показывают? А это одно и то же. Наличие классных программ, это и есть ниша. Подождите, ну, сейчас 2013 год. А мы говорим о телевидении, когда уже, в общем-то, телевидение начинает потихонечку умирать. Да, аудитория Яндекса, Мейл.ру и ВКонтакте в прошлом году, не в этом, а в 2012-м, впервые за российскую историю превысила суточную аудиторию первых трех кнопок. НТВ, России и Первого канала. Все, ВКонтакте, Мейл.ру и Яндекс обошли. И сейчас, собственно, все телеканалы, они могут шутить, могут говорить, нет, мы этого не делаем, но и Добродеев, и Кулистиков, и Эрнст смотрят на интернет и думают о конвергенции. Они думают о тех проектах, которые будут делать через 3-5 лет, связанных с интернетом. Здесь есть пример, допустим, того же Вечернего Урганта, да, они там очень тесно с соцсетями делают. Никаких проблем. Вести, Ром, есть сайт, миллионная аудитория суточная. То есть вот эта конвергенция, телевидение сейчас уходит в интернет. Скоро ведь одна из концепций развития телевидения, то, что не будет, не знаю, кабельного, да, у многих же в Москве, по крайней мере, да, я вижу, что телевизор домой тебе приходит по интернет-кабелю. Да, просто качество лучше. Ну, качество лучше, но приходит телевизор. Ну, через интернет. Ладно, хорошо, да, это Антон, да, Антон Коробков-Землянский, я понимаю, что скоро у нас не будет ни телевидения, ни театра, ни кино, один сплошной интернет, шикарная история. У нас Виктор на линии, да, Виктор, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, вот когда Роман рассказывал свою вероятность выхода из кризиса, так называемый бизнес-план для ОРТ, я вспомнил финал кинофильма «Джек Восьмеркин, американец», если такое, помните? Помним, да. Когда проводил презентацию, сначала бесплатные сигары, а следующий аппетак. Да, да, да. Каковы были впечатления у русского обывателя на это? Я понимаю, я просто пытаюсь понять, что можно сделать. Я очень хорошо понимаю проблемы, которые стоят перед Анатолием Григорьевичем Лысенко, перед Стасом Архиповым, перед Александром Сергеевичем Пономаревым, перед людьми, которые там работают, просто, как говорится, в поле, да. Они получили мало денег, они большую часть этих денег потратили на студии, на ремонт помещений в малом, собственно, аппаратном студенном комплексе. Для этого надо, наверное, меньше покупать айфонов Дмитрия Анатольевича, меньше поскорбнее. Вы полагаетесь, что один айфон может спасти? Вы просто не были, наверное, для ремонта ВСК-3. Он, например, подается все остальные туда же? Понятно, понятно, да. Мне кажется, ну, может быть, может быть. Я мысль вашу понял, Виктор, понял вашу мысль. Ну, вот смотрите, есть еще одна идея, она, вернее, была. Это общественное финансирование и, то есть, такой вот... Подождите, Роман, общественное это что значит? Обязаловка, как Великобритания, это тоже государственное. Это пожертвование. Вот пожертвование я вам прочитаю. Как раз вот только что, пока ехал в машине к вам, 100 тысяч рублей лично глава распечатей Михаил Сиславянский выделил, из своих, видимо, средств отдал. После чего Анатолий Лысенко честно сказал, что эти деньги не спасут отца русской демократии. А более того, самое интересное, что эти 100 тысяч оказались наибольшим пожертвованием за все время создания общественного российского телевидения. Все пожертвования были меньше, чем эти 100 рублей. Нет у нас никаких других вариантов. Но, мне кажется, то, что говорит мой коллега по общественной палате, это ведь очень серьезный момент. Недавно мы беседовали с Маргаритой Симоньян на Russia Today. Они очень активно работают в интернете. У них просмотр их сюжетов до миллиона человек просматривает иногда. Канал недавно набрал, в общем, более миллиарда просмотров. Совершенно верно. Это один из самых популярных. Он входит, по-моему, в 50 самых популярных каналов. Совершенно верно. Может быть, посоветовать общественному телевидению действительно сократить стоимость и уйти в интернет? Но-но-но-но, стоп. Важный момент. Ну, вот, Максим, вы сейчас знаете, до чего договоримся. Давайте посоветуем еще и первому каналу уйти в этот самый, в интернет. А он уходит, они уже вещают в сети, у них программы все выкладываются на сайте. Параллельно с тем, что остаются в метре. Первый канал, самоокупаемый. Но при этом, вот, Антон абсолютно правильно сказал. Каков бюджет у нас Russia Today? Ну, раз в 10 больше так. И у них реклама, и все больше. Существенно больше. Более того, они ведь еще и зарабатывают. Конечно. На тех же просмотрах, да-да, на YouTube. Совершенно верно. Совершенно верно. Они умудрились заработать, если не ошибаюсь, на отчислениях с просмотра около миллиона долларов. Потому что их смотрят огромное количество людей. Она даже, по-моему, публиковала эти цифры в Твиттере. Но, смотрите, но важный момент. При этом есть, например, другие примеры. Да, вот я специально тут взял. Стартап, на базе стартапа телеканал «Дождь» было потрачено 7 миллионов долларов. Это 200 миллионов рублей. «Комсомолка» запускала свой телеканал миллион долларов. 30 миллионов рублей. Да, ну мы так округляем. «Вечерка ТВ» 100 тысяч долларов. То есть это 300 тысяч рублей. То есть, я понимаю, взяли несколько камер, подключили интернет-кабель и вещают себе. Понятно, что эти продукты не сравнимы с эфирным телевизором. Нет, конечно. Это другая история. И другие деньги совершенно. Но все-таки вопрос в креативных кадрах. Если бы у Симонян не было этих кадров... Кадры, кадры произнесли ключевое слово. Она бы не смогла с любыми деньгами. Мы прекрасно понимаем, что сейчас Ларри Кинг готовит для «Раша Тудэй» специальный сериал, специальную серию передач. Мы прекрасно понимаем, что его смотрят все. Или, например, «Ассанж». А мы знаете, что мы еще понимаем, когда слышим такие фамилии, как Ларри Кинг, «Ассанж». Знаете, что мы понимаем? Что это не дешево. Что это очень не дешево. Что это очень не дешево. Это мы все понимаем. Так о чем же мы говорим? Ну невозможно стартануть с качественным продуктом, если тебе на развитие дали мало денег. Может быть, стоило начать с интернета? Может быть, стоило отладить это? Может быть, перейти? Не все, чтобы ушло в камеры и студии. Согласен. А может быть, сначала сделать продукт интересный? В начале общественной телевидения. А потом идти на телевидение? Где они начали вещать? Они пошли в интернете в начале. Потом, 19 числа. Ну, слушайте. 19 числа. 10 лет назад. Но есть еще и определенные договоренности с определенными людьми, которые поставили сроки. Дан, Антон, пожалуйста. 10 лет назад, когда я родился в Красноярске, жил и работал там на ГТРК местной и на телеканале СТС Прима называется, филиал СТС. То есть, тот продукт, который делали 10 лет назад там, в 2003-2004 год, примерно... Только не говорите, что он был лучше, чем сейчас общественное телевидение сейчас. Я бы мог сравнить вполне вот это региональное телевидение с тем, что я видел из продукта общественного телевидения на первых порах. Кастинги, которые они пытались делать реалити-шоу, люди приходят туда пробоваться и прочее. Ну, вот примерно того же качества было. То есть, совсем плохо? Ну, неинтересно. То есть, сегодня, тогда, 10 лет назад, это была фантастика. Вы представляете, 10 лет назад завалить в прямом эфире, камеру боком поставить, допустим. Это, вот это поворот. Это был брак в эфире. Ну, это, вот это, да, да, что такое. Сейчас все экспериментируют там с какими-то включениями по скайпу, да, там какие-то спецэффекты там и прочее, и прочее. Но, все-таки, мысль-то ушла несколько дальше. Может быть, в этом проблема. Я, к сожалению, не знаю, кто работает на общественном телевидении. Может быть, проблема значительно глубже, друзья. Когда мы говорим, что проблема в кадрах, я вам могу сказать следующее. Что, вот так получается, что очень часто приходится общаться с молодыми, абсолютно, ребятами, которые только сегодня выпускаются с факультета журналистики. Они что, не умеют? Они не умеют. Подавляющее большинство из них ничего не умеют. Поверьте, даже те, которые давно выпустились с факультета журналистики, и тоже, бывает, ничего не умеют. Вообще, я бы говорил о том, что это огромная проблема. У нас же уровень журналистики катастрофически падает. Нету нормального аналитического обсуждения. Но я же говорю, проблема глубже. А без людей ты не сделаешь абсолютно ничего. Может быть, коллеги, может быть, это 90-е, когда у нас не было нормальной системы образования, когда у нас преподаватели там за копейки работали, а в другое время на рынках торговали, да, чтобы что-то зарабатывать? Я не знаю, проблема есть. Некоторое время назад уровень журналистики, с одной стороны, сильно вырос, ну, тоже телевидение. Многие вещи у нас совершенно на западном уровне. И это замечательно просто. А последние 3-4 года я вижу, что идет вот брак. Идет брак, обсуждения, ведущие, сами программы как сделаны, бессодержательные. А вы проводили сушение на эту тему в общественной палате, Максим? Так а сытость, наверное, какая-то просто. Сытость? У тебя нет смысла, у тебя нет стимула. А может, просто обнаглели? Ну, обнаглели. Вот у меня, мне кажется, не сытость. А мне кажется, понизился уровень такого плавка. Если раньше, вот вы приехали из Красноярска, да, там, пробились, показали, там, делаете что-то, и самое главное, продолжаете чего-то хотеть. А есть те, которые вот удовлетворились, они работают на каналах, начальство от них продукты не просит. Я знаю, есть ведущие, которые не готовятся к программам, они не понимают, о чем идет речь на многих радио. Максим, по секрету, это не про меня? Нет. Спасибо. Роман один из немногих, который знает. Друзья, друзья, проблема есть. Один из немногих, к сожалению. Спасибо, Максим. Я предлагаю провести, на самом деле, слушание, потому что пригласить туда и представителей, собственно, высшей школы, и представителей телевизионных каналов, газет, радио. Гайки, эти слушания для того, чтобы закрыть все телеканалы сразу. Боюсь, мой коллега прав. Боюсь, мой коллега прав, сразу поднимется волна, что кто-то хочет где-то как-то, как-то поднимет вопрос по поводу журналистов, что журналистам ни в коем случае нельзя вмешиваться, никогда не надо поднимать вопрос, что журналисты имеют право работать, как хотят. А недавно же, по-моему, Госдума поднимала по этому поводу, что какая-то аттестация там ввести для журналистов или что-то еще. Тут же просто все, сразу весь рынок ополчил, сказали, хотите еще и к нам сюда залезть, значит, понимаете, обмангивать. Вот что касается аттестации, я вам скажу так, что на самом деле ничего нового в этом я вот тогда не увидел, потому что еще в 90-е годы, я, будучи сотрудником программы Вести российского телевидения, мы периодически проходили эту аттестацию. То есть там были свои какие-то вот, собственно, вещи, которые нужно было пройти, но это было и никаких проблем. Знаете, вот еще одна проблема, такая серьезная, это морально-этические нормы. Вот я много, я хорошо представляю западную журналистику, у них в этом плане все-таки как-то почетче, есть этические кодексы. Они знают, что можно себе позволить, что нельзя, как они должны, как правильно, так сказать, обсуждать. Они знают, что если они одно дают точку зрения, они обязательно должны дать другую точку зрения. Они, конечно, могут и так, и сяк поворачивать. Максим, я понял, о чем вы говорите. То, о чем вы говорите, две точки зрения при обсуждении любой проблемы, это в принципе аксиома. Это все понятно. Это для нас с вами аксиома. Это обычный показатель профессионализма. Секунду. Но вот что касается западных журналистов, я их видел в разных интересных точках мира и в Ираке, и в Косово. Я вам скажу, что вот в этих ситуациях никакой второй точки зрения не присутствует. А это спецоперация. Не присутствует. Это совершенно другое. Друзья, ладно, давайте все-таки вернемся к общественному телевидению. У нас совсем мало времени остается. Вот смотрите, ваш коллега по общественной палате Николай Карлович Сванидзе. Значит, он, когда вот Анатолий Григорьевич Высенко сделал заявление, что общественное телевидение может быть даже закончит свою работу там в июле, да, в лучшем случае в сентябре, из-за отсутствия финансов. Значит, Николай Карлович заявляет следующее. Оно, то есть общественное телевидение, я цитирую, не вызывает никаких эмоций. Ну что такое общественное телевидение на данный момент, чтобы вызывать эмоции? Это вот, видимо, то, о чем мы с вами говорили по поводу контента. Там пока ничего не видно, потому что денег было мало. Здесь мы сошлись. Такое странное образование, не поймешь. Общественное, необщественное, государственное, негосударственное. Сначала его требовали власти, испугавшись митингов 11-12-го годов, кинули общественности кости, образовалось телевидение, но не такое, какое хотели. Если же, вот теперь слушайте внимательно, если же оно перестанет существовать, то больших слез не будет. В данном виде, к сожалению, было без радости, любовь, разлука будет без печали. Вот как вам такое мнение? Вот если не будет общественного телевидения... Ну, это мнение Николая Королевича. Скорее, это ответ на запрос. Это ответ на запрос. Хорошо, нет, вот это все понятно. Это такая же оценка у Познера. Точно такая же оценка у Познера. Да, совершенно верно. Но он сказал, что оно умрет, умрет тихо, и никто не заметит. К сожалению, это правда. К сожалению, это правда. То есть вы говорите, что умрет? Нет, я говорю о том, что, к сожалению, продукт сейчас таков, что если телевидение общественно прекратит существование, никто плакать не будет. Так, стоп, Максим, подождите. Или нам только что громко заявили, что деньги дадут, значит, будет продолжать работать. Но я обращаю внимание, что пока продукт таков, что он мало кому интересен. Хорошо. Теперь вы мне скажите, если все-таки завтра общественного телевидения не будет, это жалко, и бог с ним. Потому что по практике, сложившейся у нас, в общем, так принято, да, такие у нас правила бизнеса и вообще любого ведения дел. Если проект не удался, его перезапустить или что-то подобное запустить в ближайшее время не получится. Потому что и противники, и сторонники общественного телевидения будут говорить, слушайте, ну мы уже потратили полтора миллиарда или чуть больше, давайте не будем этого делать. Если придет сейчас любой другой начальник, молодой, успешный, креативный, не дадут запустить, если сейчас он закроется, да, вот скажут, все, отбой не будет. Это как со сколковой, такая же проблема. Если признать эксперимент неудавшимся, запустить что-то подобное будет невозможно лет 10. И все. Коллеги, но я могу вас обрадовать, я могу вас обрадовать. Поверьте, решение о выделении средств уже принято. Хорошо. Будет существовать. Очень хорошо. Хорошо, а вот такой вопрос самый последний, значит, вам. Значит, смотрите, я тут подсчитал, вернее, в начале до меня подсчитал в целом. В целом, значит, цифры такие, что если каждый владелец телевизора в России будет платить всего, внимание, 86 рублей в месяц, то этих денег с головой хватит на абсолютно независимую от государства работу канала. Я посчитал немножко по-другому, значит, мои цифры такие. Значит, что, я почитал так, что у нас 50 миллионов приблизительно, значит, людей, у которых, ну, или домохозяйств, да, у которых там есть вот эти вот телевизионные приемники. Если мы будем платить по 50 всего-навсего рублей, то это получается, что почти 100 миллионов долларов, там, чуть меньше, значит, в месяц или миллиард 200 миллионов в год. Как вы думаете, вот таких денег достаточно будет общественному телевизору, чтобы чувствовать себя абсолютно независимым? Ну, это вполне нормальные цифры. Нормальные цифры. То есть вариант есть. Правильно же все-таки, да, Максим? Нет, я считаю, что такого финансирования будет достаточно, но вряд ли это все реально и осуществимо. Да, что ж такое-то. Максим только что нам говорил, что государство деньги даст. Нет, нет, государство, только государство. Народ, люди не согласятся даже 10 рублей свои отдать. Вот все-таки, да? Не согласятся. Вот все-таки. Только государство может помочь в этом. Других вариантов нет. Ладно, друзья, всем спасибо. Что я хочу сказать. Чем больше каналов, тем лучше. Даже если у общественного телевидения что-то пока не получилось, я думаю, что это именно потому, что было мало денег. Если дадут больше денег и наберут кадры другие, то они обязательно выстрелят и продукт будет хороший. Спасибо еще раз всем. Это была программа Искусство Возможного. Спасибо.